МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий. 57-летняя женщина, которая вчера вечером попала под колеса автомобиля БМВ в центре города, скончалась в больнице. Напомним, вчера на пересечении улиц Университетская и Островского столкнулись два автомобиля БМВ. Одна из иномарок, которая двигалась по главной дороге, после аварии отлетела в сторону и сбила женщину. Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу и попросту не успела среагировать. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Однако спасти жизнь пострадавшим медикам не удалось. Верховный суд Республики вынес приговор 38-летнему жителю поселка Кукмар. Радик Бадурдинов обвинялся в жестоком убийстве своей 42-летней сожительницы. Мужчина сначала избил потерпевшую на глазах ее сына, а потом схватился за нож. Когда женщина вместе с мальчиком попыталась сбежать к соседям, Бадурдинов догнал ее и нанес 42 ножевых ранения, от которых она скончалась на месте. Сегодня подсудимый выслушал приговор. Все подробности в репортаже Марии Молочниковой. Он вообще у вас хотя бы раз прощения попросил? Нет, ни разу. За 9 месяцев, пока шло следствие, подсудимый так и не попросил прощения у родственников убитой им женщины. Даже во время приговора старался не смотреть им в глаза, особенно ее сыну. А мальчик, казалось, снова и снова переживал жуткие события февральского утра, когда разъяренный дядя Радик на его глазах убивал его маму. Тогда на крики ребенка о помощи прибежали соседи, только спасти женщину уже не смог никто. Бадурдинов выбросил нож и сдался, только когда несчастная жертва перестала дышать. На основании статистики 69, часть 3 УК РФ, путем частиственного сложения назначенных наказаний, окончательно определит Бадурдинову 19 лет, 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Считаю наказание справедливым, приговор законно обоснованный. Гособвинение просило 19 лет, 2 месяца лишения свободы. Судья дал 19 лет, 1 месяц лишения свободы в строгого режима. И в принципе я ждал, что будет такой приговор. Но вот сам судимый думал, что будет поменьше. Он ожидал 15 лет, что будет. В 19 лет сказал, что слишком большой срок. Сам Бадурдинов считает приговор слишком суровым. Настаивает. Знал бы, что все видит ребенок, вообще поступил бы иначе. Он говорит, что ребенка он не видел и, возможно, и не совершал бы такого преступления, не продолжал бы, по крайней мере, наносить удары ножом, если бы он видел рядом ее ребенка. В запросах подсудимый со слезами на глазах рассказывал, что хотел всего лишь помириться с горячо любимой им женщиной. О том, что зверски избил, а потом и зарезал ее на глазах ее же собственного сына, он якобы ничего не помнит. А несмотря на 42 ножевых ранения, убивать возлюбленную не хотел. Подобные откровения, впечатления ни на следствие, ни на суд не произвели. Приговором оказались не согласны обе стороны, а значит, точка в этом кровавом деле еще не поставлена. Полтора часа простоя. Из-за аварии на перекрестке улиц Муланурово-Хитово и Большой Крыловки остановилось движение десятков трамваев. Никто из участников ДТП своей вины не признавал. Вот зеленый нам загорелся, мы поехали, вот он перед нами нарисовался. Молодые люди на Volkswagen Tiguan ехали по улице Муланурово-Хитово. По их словам, они передвигались исключительно на зеленый. У водителя Nissan Premier'а своя версия. Я завершал маневр, между прочим, а здесь стоит машина. Я как его могу объехать? То есть вы считаете, что виноват водитель? Виноват. Он, конечно, в любом случае. Я себя виновным не считаю. Больше всего в этой ситуации пострадали простые граждане, которые ехали домой на общественном транспорте. Вроде бы незначительная авария собрала на Большой Крыловке большую вереницу трамваев. Спустя полтора часа электротранспорт наконец-то продолжил движение. Мы продолжим рассказывать о происшествиях после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Припарковался житель поселка Юдина после работы приехал во двор дома и начал парковаться. Как неожиданно, земля начала уходить из-под колес его автомобиля. В результате Ford Focus чуть не свалился в яму. По словам водителя, асфальт во дворе дома номер 15 по улице Нижняя появился только в прошлом году, когда сдали ипотечные дома. В своих бедах молодой водитель обвиняет дорожные службы, которые положили асфальт прямо на строительный мусор. У меня машина получается полностью передняя часть уже в яме оказалась. А яма откуда, знаешь? А яма, вот это непонятно. То есть, когда я приезжал, ямы не было. То есть, что ты сделал? То есть, когда я уже ехал, прям под мою машину получается образовалась такая яма. Тут машина моя вчера стояла, заднее колесо ходить начало вместе с грунтом. Я утром машину отогнал, смотрю, тут яма такая небольшая. Еще вчера вот так вот было. Все ехали на зеленый сигнал светофора, но аварии избежать не удалось. На перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской столкнулись два автомобиля, а пострадали три. Водитель, ехавший на китайском авто, считает, что просто стал жертвой обстоятельств. Стороны выслушала Лисанна Латыпова. Виноват непонятно кто. Так вкратце описал ситуацию водитель Джилли МК, автомобиль которого, как он говорит сам, пострадал случайно. Он на зеленый сигнал светофора пытался проехать перекресток Чистопольской и Декабристов. Вот этот парень заканчивал маневр с перекрестка с той стороны, а Ниссан Жук ехал оттуда. Вот мы вдвоем, получается, Жук с той стороны, я с этой стороны. И вот как раз, когда Жук, не пропустив Меган, получается, врезался в него, его открутил и отбросил в мою сторону. Водитель Рено уверяет, что на перекресток с улицы Декабристов выехал исключительно на зеленый. Впрочем, такой же версии придерживается и автоледи на Ниссан Жуки. Она ехала по улице Чистопольской. Эра второй ряд меня пропустил, я поехал дальше, и она в меня врезалась. И меня оттащило, вот считай, я вот там был, оттуда ехал, и меня вот так вот на 360 градусов развернуло даже. По факту я выехал на перекресток на зеленый свет. И никакого затора не было, если даже был, машины были вон все там, полоса была пустая. Откуда он выскочил, это неизвестно. И задолго до светофора, задолго, я посмотрел на светофор, был зеленый. Это не только, что я вот здесь вот вылезла и, значит, я не убедилась. Светофор был зеленый. Кто прав, кто виноват, выяснят сотрудники ГИБДД. Но согласно правилам дорожного движения, водитель, выезжающий на перекресток, должен был убедиться в безопасности своего маневра. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами и передаю слово Алексею Кулешову. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. В гостудию сегодня мэр Казани, он ответит на ваши вопросы прямо сейчас.